Здравствуйте! С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Заседание модного суда я объявляю открытым. Ирина Семенова, 28 лет, в декрете. Замужем, дочке полтора года. Увидев миловидную и современную студентку Ирину, будущая свекровь, не сомневаясь, благословила выбор сына. Но после рождения дочки Иру, словно на машине времени, унесло в советское прошлое. Сарафаны из ситца, платья из докрона и кремплена, рубашки в клетку – и всё это исключительно из маминого сундука. Свекровь стыдится перед соседями за поношенный внешний вид невестки и умоляет Иру избавиться от безумного количества старья. Обвиняется в непонимании. Считать, что всё лучшее в прошлом – удел тех, у кого нет настоящего. Итак, мы слушаем «Дело о той, что ворошит прошлое». Елена Семёнова обвиняет свою невестку Ирину в том, что она наряжается в старьё и тем самым позорит всю семью. Обвинение представляет элегантная Эвелина Хромченко. Человек, знающий о моде всё и даже больше, эксперт моды. Защиту представляет неповторимая народная артистка России Надежда Бабкина. Сегодня она поможет химику из Москвы, увлекающейся винтажом, отстоять её права. И я, ведущий модного суда, историк моды Александр Васильев. Елена, прошу вас подойти к трибуне. Елена, с добрым утром. Объясните, пожалуйста, модному суду, каким образом эта юная, стройная, прекрасная девушка позорит всю вашу семью. Ирина – жена моего сына Тимофея. Они женаты уже пять лет. Полтора года назад они подарили мне замечательную внучку Елизавету. И Ирина очень сильно изменилась. Она замечательная, она фантастическая мама. Но я боюсь, что она может раствориться в этом своём новом качестве, потому что она совершенно не думает о себе. Она носит платья своей мамы, бабушки. Это не пауз, да? Это хорошо. Значит, у неё хорошая фигура, если она входит в эти наряды. Спасибо, Александр. Но не все реагируют вот так, как вы, Александр. Например, наши соседи говорят, что... А что у ваших молодых тяжёлое финансовое положение, если они одеваются из секонд-хенда? Смотрите, разговоры, разговоры, слово к слову тянется. Разговоры стихнут скоро, а любовь останется. Поэтому давайте спросим Ирочку. Ирочка, вы согласны с обвинением вашей свекрови? Я не согласна. Я считаю, что злые языки, они всегда будут... Страшнее пистолетов. Конечно. А платье у меня чудесное, с чудесной энергетикой, с большой историей, семейной, очень трогательной. Тогда давайте гардероб нашей подсудимой вывезем в студию. Пожалуйста, Эвелина, полюбуйтесь на эту коллекцию винтажных вещей. Пожалуйста, сразу отбирайте что-то в мою коллекцию. Вы знаете, Александр, здесь всю вешалку, наверное, вы захотите в свою коллекцию, потому что здесь есть вещи очень и очень памятные. Вот, например, в этом платье бабушка нашей героини замуж выходила. А она здесь сидит. Бабушка, здравствуйте. А в этом платье мама. Бабушке, между прочим, 86 лет. Бабушка прекрасная. У меня огромная коллекция туфель и сумок. А это маминая. Это вещь современная. Понятная история. Тоже достаточно, наверное. Это не совсем, но так или иначе, все равно у нашей героини нету страсти к каким-то слишком поношенным вещам. Все эти вещи в очень хорошем состоянии. Я не вижу, чего это соседи с глупостями пристают. Акомплектовать, надо сказать, у нашей героини замечательно получается. Вот винтажная платьица с совершенно новой косухой в нынешнем сезоне будет смотреться весьма и весьма актуально. Правда, у нее есть, конечно, в гардеробе ряд вещей, которые, может быть, и нужно сохранить. Но носить их не надо. Но перед тем, как отправить ее продемонстрировать комплект из таких вещей, я хотела бы показать, как выглядят наши героини сегодня. Будьте добры, пройдитесь, покажите. Ваше платье. Эвелина, стройный стан, красивые пропорции, замечательная фигура. Очень хорошенькая девочка. И в платье 70-х она смотрится очень органично, в том числе и потому, что 70-е очень актуально сегодня. А вот сейчас будьте добры, пожалуйста, переоденьтесь, покажите, как вы носите напрочь винтажные платья, которые мало кому идут. Будьте добры. Скажите, а вот это вот платье крепленовое, с которым я отправила нашу героиню переодеваться, у него есть какая-то особенная история в вашей семье? Вы знаете, в этом платье Ира пошла однажды на собеседование. Ирина очень увлекается парикмахерским искусством, ее это очень интересует. И я договорилась со своей подругой, у нее замечательный салон красоты, что она возьмет ее, она там немножечко попрактикуется, посмотрит, как все это происходит, поучится чему-то. И когда она пришла, она одела это платье, она пришла к подруге моей и ушла ни с чем. Когда я разговаривала со своей подругой, она сказала, что, Леночка, вот ты знаешь, она не вписывается вот как бы в общий вид моих стилистов. Они выглядят, да, определенным образом. А она пришла, вот как-то не поняли ее винтажный стиль там. Просто она выгодно отличалась от других. Ну, может, не выгодно, сейчас мы посмотрим. А может, не выгодно, но, во всяком случае, ярко и непосредственно. Давайте посмотрим на нашу подсудимую Ирочку. Ирочка прелесть. Мне все нравится, кроме шарфика с люрексом, который здесь просто по стилю, мне кажется, не подходит. А снимите шарфик, посмотрим, как будет выглядеть. Хотелось его одеть, чтобы показать сумочку именно и тушеньки. Так даже лучше, я не знаю, чего уж они там сильно испугались. Об этом и речь. Поэтому мне кажется, что совершенно несправедливо поступили с вашей юной родственницей, не взяв ее в салон. Спасибо большое. Присаживайтесь, пожалуйста. Добро пожаловать, пожалуйста, садитесь. Лучше было бы, если бы в ее гардеробе появились какие-то очень актуальные, острые, современные вещи, которые она компонует со своими любимыми старыми, это несомненно. Но сам факт того, что у нее такая коллекция впечатляющая, я думаю, вызывает зависть даже у Александра Васильева. Да. Завидую белой завистью. А вот говорят, что... Это не вся коллекция. Я уверена, вы побаиваетесь за внучку. Мама ее рядит в какие-то тоже винтажные наряды. Вы знаете, я... Вот мы с нашими сватовьями знакомы тоже пять лет. А я их называю Плюшкиными. Потому что столько хранить... Я даже... Я не представляю себе, как можно столько сохранить Ирины старые игрушки, ее брата игрушки в отдельной коробке. Мы правильно сделали. А летом, а летом они достали с чердака на даче коробку с Иришкиными детскими платьицами. Правильно. Прекрасно. И теперь моя внучка ходит в винтажных платьях. Ну, это как-то замечательно. У меня в гостевой комнате, где достаточно часто у меня бывают в гостях члены моей семьи, в качестве украшения висит вот такого размера маленькое платье, когда маленькая Эвелина Хромченко еще носила розовый цвет. На него все любуются и умиляются, все очень довольны. Значит, Эвелина, вам можно через тире Плюшкина тоже писать. Это не мне, не мне. Я стараюсь избавляться от вещей. У меня есть такие, знаете, Хромченко тире Плюшкины. Вы знаете, когда мы крестили нашу внучку, Валентина Васильевна принесла свою крестильную рубашечку. Правильно сделала. Потрясающе. Молодец. Ну, так и должно быть. Которой 86 лет рубашечкой. Мы ее держим. А наша героиня что будет делать? Передавать своим потомкам только бабушкину рубашечку? Ей тоже нужно внести в лепту в историю этой семьи, в том числе и в вещественную историю этой семьи. Я уверена в том, что вас подталкивают по тому же направлению. Плюшкины, привет. Спасибо большое. Присаживайтесь, пожалуйста. Я передаю ей слово Надежде Бабкиной. Лен, это так трепетно. Это так... Это приятная ностальгия. Не может быть, что тебя так вот эти вещи сильно раздражают. Дело в том, что... Это вот наше с вами время. Да. Вот мы... Вот вы вспомните, как нам все это доставалось. Ведь вот у Иры сейчас нет комбинезона маминого, за который она, как в том фильме, родину продала. Она нашла в художественном салоне комбинезон, который стоил 168 рублей. Это блондон. Она была студентка со стипендии 55 рублей. И вот по 5, по 10 рублей... Она маме не могла сказать, что это стоит 168 рублей. Конечно. И она нас занимала... Она отдавала 2 года просто деньги вот за этот костюм. А сколько у нас таких с вами историй? Я помню, я 5 часов отстояла за сапогами в очереди. Вот 5 часов выброшенных из жизни. Это в каком году было? Это было в конце 80-х. 80-х, да. И я была счастлива, когда они мне попали в руки. И ничего, что они были зеленого цвета. И ничего, что они были малы. Нашли бы куда-то. Всегда можно было поменять. Да. Зато у тебя это было. И именно достала эту вещь. А меня не то чтобы раздражает, но я думаю, ну почему вот сейчас у них столько возможностей. Заходи в магазин. Сейчас вот то время оно само к нам пришло с этой винтажной одеждой. Я и радуюсь. На самом деле, я когда захожу в магазин, ой, да мы такое носили. Это же так здорово. Почему вот в таком виде не приобщиться Ирине к нашему времени? Лен, по большому счету, вот все, что здесь происходит, это так прекрасно. Это прекрасно в том, что мы имеем возможность вспомнить, скажем, какие-то прошлые времена. Я не думаю, что она тот самый Плюшкин. Я не думаю, что она абсолютно современный человек, который уважительно относится к традициям, к семейным ценностям. А это дорогого стоит. Спасибо, Надежда. Спасибо и вам, Елена. А значит, Сашенька, а у меня есть свидетель, старший сын нашего ица, Елены. И сейчас мы его пригласим. Михаил, позволишь, Сашенька? Да, конечно, Михаил. Михаил, ходите в студию. Ира в свое время была в школе такой веселой панкушкой. У нее были дреды, она была лысая, она входила в косухах. Она пропадала на тусовках и на вечеринках. Но когда она встретила Тиму, она изменилась. Остепенилась. Остепенилась, а сразу стала русалочка. Ариэля, это завитые волосы, это нежное платье, это каблучки. Это любовь. Ну это прекрасно. Свадьба была, это, наверное, одна из незабываемых моих впечатлений. Даже свадьба не так, вспоминаю, как свадьба Иры с Тимой. Миша, расскажи, что там было, чего там было на свадьбе? Ой, это был такой гавайский стиль. Это было очень весело, это было на природе. Это было просто праздник такой, массовый open space. А платье? В каком она была платье? В платье она была в облегающем... Она была в травяной юбке и в лее. И в белых трусах. Все как положено. Но... Мы в гавайских рубашках. Все вместе, трусики, юбка, рубашка. Она хотела этому воспрепятствовать. Мы по всей Москве носились, искали эти леи, чтобы обставить всю эту свадьбу именно в этом антураже гавайском. Даже меню гавайское у нас было. Но все. И вдруг Ира в последний момент заявляет, я хочу соблюсти семейные традиции, я одену бабушкино свадебное платье. Ну, тут все сказали, Ира, ты как-то выбьешься из общего контекста. Потом мы дали ей шанс в другой костюмированной вечеринке появиться в этом платье. Это было здорово. Молодежь оценила все это, правда же? Девочки плакали некоторые. Так я про это говорю. Никто не хихикал и пальцем не показывал. Конечно. Что типа во что ты одеваешься, не модно, не современно. Наверное, никто даже не сказал про это. С ней все фотографировались. Молодцы, ребята. Это чудесно. Спасибо, Михаил. Присаживайтесь. Я приглашаю Ирину к трибуне, нашу обвиняемую. Знаешь, мне в материалах дела у меня сказано, что задуматься тебе пришлось о семейных ценностях, и даже это подтолкнуло тебя. Далеко не положительный момент твоей жизни, а отрицательный, даже негативный. Это так? Через год после свадьбы, наверное, просто взяла, мне кажется, во мне так дело, потому что взяла не тот ориентир. Ушла с головой в работу. Муж пошел учиться, чтобы потом сразу, ну как бы с третьим уже образованием, как бы найти работу по статусу. Ага, с двумя нельзя, а с третьим найдем, да. А, нет, нет, он уже работал. Он работал. Вот. Я пошла сразу работать, и вот, к сожалению, стал просто пропадать на работе. То есть уходила засветло, приходила затемно. Уже по выходным, кроме как отсыпаться, не было других развлечений. И в какой-то момент просто муж уже ударил по столу и сказал, что надо что-то менять, что это так продолжаться не может. Ну, к сожалению... А что ты сделал? Ну, мы взяли такой брейк, подумать, ходили. Ну, действительно, это была такая депрессия, мне кажется, для нас обоих. Это было наконец-то дня рождения. И о праздновании не могло быть и речи. Ну, я решила устроить нам такую большую перезагрузку. Я просто разбудила его с утра пораньше, свое 25-летие, и сказала, пойдем прыгнем с парашютом. Вот. Молодец! Молодец! Да, чуть с кровати не упал, но ничего. Поехали, прыгнули с парашютом. Прыгали с 4000 метров, минуты свободного падения. Ну, вы понимаете, все свои вообще негативные мысли... Вся дурь ушла? Ушла, ушла. Мы возвращались уже просто в обнимку. На следующий день написали заявление об уходе с работы. Слава богу, накопления были уже. Потом вот как раз начались покупки ретро-скутеров. Я помню, что после уже заплела дреды. И вот, кстати говоря, вот как раз после этого, я вот как-то вот к своей коллекции начала тяготеть. То есть сначала это началось в виде вечеринок. Мы старались устраивать все эти лето. Тематических. Да. Это была сначала поездка на ипподром. Мы оделись под такую советскую элиту, ну, как нам казалось, по крайней мере. Ну, да. Одели всех друзей. Это было, видимо, в стиле, в виде стиляк. Ирина одела всех друзей. Ну, это понятно. Понятно. Да, у меня много. Вот. Потом была тоже такая хулиганская, как сказать, идея сходить в рюмочную в стиле бомжей. Ну, тоже не знаю, насколько это было реально. Но в рюмочной просто все валялись. Ну, вот. У нас были индийские вечеринки, еще какие-то мероприятия. То есть... И потом вот как-то... Вам не скучно жить? Нет. Абсолютно, Саша. Совершенно не скучно. Ура. Ирина, слава богу, все хорошо. А потом вот как-то с рождением дочки я потихоньку вот стала их вот уже, так сказать, понашивать. Сначала я просто была, ну, так сказать, немножко поправилась. Они были по размеру. Не хотелось новые вещи покупать. Думаю, зачем? Потом похудею. А потом все больше, 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 больше. Потом стала комплектовать со своими там туфлями, аксессуарами. И все. И теперь не хочу расстаться. А свои все короткие платьишки убрала пока на тот же чердак. Да, 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 правильно сделали. Хватит слушать, да? Туда им и дорога. Правильно. Продолжение этой истории, а также модные советы совсем скоро. Сегодня мы расскажем вам, как ценную винтажную вещь отличить от современной копии бижутерии. Итак, не переключайтесь, будьте с нами. Это программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слышим дело о том, что ворошит прошлое. Скажи, пожалуйста, это правда, что ты, в общем-то, стараешься каким-то образом поближе быть к своей маме, потому что в молодости ты это нервы-то потрепала в уздоровках, и дребами, и отрывалась там, и все на свете, и выкаблучивалась по полной программе. Это так? И таким образом ты стараешься через ее гардероб наладить отношения и ей как-то не только угодить, но и сказать, мамочка, я таким образом где-то прошу прощения за свою беспечность, но и таким образом я выказываю свое уважение к тебе. Вы говорите прямо словами, Елена Михайловна. Нет, ну здрасте, вы говорите, я просто тебе раз спрашиваю. Нет, вы все верно говорите, конечно, да. Но, Лена, вы поняли очень хорошо. Очень хорошо тонко почувствовали ее. Я тоже пыталась понять, откуда эта страсть к этому тоже пришла. Вот, пожалуйста. Да, мне просто очень приятно слышать, что вот такие неравнодушные женщины, да. Значит, вот моя хорошая, в этом есть правда. Понимаешь, в этом есть правда. Скажи, какие вот у тебя уже сформировались семейные ценности вот в вашей маленькой ячейке? Ценности я как бы понимаю как традиции. Одна из главных традиций. Мои родители и бабушка с дедушкой расписались в один день. Ну так получилось, у них это просто совпало. Вот, но мне уже очень захотелось, чтобы это стало семейной традицией. Мы с Тимой тоже подали заявку 28 июля, поэтому у нас теперь каждый год огромное торжество. В этом году у нас будет с мужем пятилетие, а у мамы с папой около 40 лет, к сожалению, не помню. А у бабушки с дедушкой 60. Браво! Бриллиантовая свадьба. Вот это семья. Знаете что, я хочу сказать, у вас прекрасная семья. И вы являетесь друг для друга неким примером. И таким показательным примером. И мне кажется, в данной ситуации Иру даже и критиковать особо не надо. Ее просто нужно поддержать и увидеть в ней вот эту молодую, красивую женщину, но уже такую мудрую, имеющую правильные какие-то ориентиры. Это редкий случай. То есть она пытается найти вот что-то очень важное, чтобы притянуть в свою семью, воспитать ребенка именно так. И таким образом этот, чтобы процесс, процесс уважительности и любви друг к другу был необратимым. Это замечательно. Спасибо большое. Спасибо большое. Итак, Эвелина, ваши вопросы к Ирине. Ирина, а вот в материалах дела сказано, что вы еще в школе обожали винтажные платья и что еще тогда ваши подружки смотрели на вас с недоумением. И тогда я это не носила так, так сказать, так фанатично. Это не было основным моим гардеробом. Начала я коллекционировать довольно рано, связанно с тем, что просто у нас на даче был старый дом, который начали разбирать. И начали вот рисовать чердак, сундуки, и очень много всяких вещей всплыло, всплыло очень много историй интересных, семейных. И я, конечно, все это к себе припрятала. Вот. Ну и вот так потихоньку-потихоньку я как-то это все хранила, переложила в новый дом на чердак, также аккуратненько ничего не стала сжечь, выкидывать. Ну и, собственно, мне кажется, я молодец. Молодец, собственно. А ваш муж, он разделяет вашу любовь к реликвиям семейным? Он меня хвалит, называет красавицей, обнимает и целует. Так что думаю, да. Прекрасно. Ну вообще-то это норма, что молодой муж любит свою молодую жену. Так должно быть. Даже после 40 лет совместной жизни, когда супругов нельзя назвать молодыми, муж должен любить свою жену, собственную, а не чужую. Понимаете? Поэтому интересно узнать мнение вашего супруга по поводу ваших нарядов. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Я отношусь к этому положительно. На самом деле я стараюсь всегда поддержать Иру во всем. И зная, какая она разная и как это меняется, я уверен, то, что это тоже определенный период, но в целом я очень люблю то, что делает Ира и ее тоже. Ну слушайте, это самое важное, на мой взгляд. Если муж и жена абсолютно довольны тем, что происходит в семье, то нет ничего важнее. Но здесь есть еще один очень существенный козырь, который может отличать эту ситуацию от любой аналогичной. При всех прочих равных данных, даже при любящих отношениях в семье. Перед нами красивая женщина молодая. Она очень красивая. Ее хоть в мешок из-под картошки оберни, она все равно останется красавицей. На ней все равно это все будет великолепно смотреться. Поэтому ее эксперименты с винтажными вещами могут быть абсолютно безудержными. Но если кому-то не так в жизни повезло, а любовь к антажу все-таки имеется, мой добрый совет. Мешайте старые и новые вещи в пропорции, где преобладают вещи новые, где старого капля, а нового база, и тогда вы будете выглядеть так же прекрасно. Ну, близко к степени прелести нашей сегодняшней героини. Спасибо большое, Эвелина. А у нас с вами настало время модных советов. Решедший нам из французской винной терминологии винтаж прочно утвердился не только в коллекционировании, но и в мире моды. Сегодня за винтажными украшениями ведется настоящая охота. Кто знает, может быть и вы являетесь обладателем реликвии. Как отличить винтаж от подделки я расскажу прямо сейчас. Начнем с того, что я хочу вас научить, как отличать винтажный янтарь от настоящего. Но в первую очередь вы смотрите на свет, и вы видите, что все янтаринки не одинаковы. У некоторых есть прожилки, соринки и так называемая корочка. То есть то, что не подлежит ни полировке, ни обработке. Ну а теперь посмотрим на всевозможные бусы. Первое, на что вы обратите внимание, это вес вещи. Вещи, сделанные из пластмассы, естественно, весят немного, а сделанные из стекла, из камня, весят много больше. Вот у меня в руках, например, старинные бусины, но перенизанные сейчас. Это старинные агаты. Они весят довольно много. А вы мне спросите, а я не умею отличать. Что я должен сделать? Ну, конечно, если у вас нету друга-гемолога, то есть специалиста по камням, то вы можете многие вещи попробовать на зуб. Это звучит забавно, но на самом деле это действует. Все вещи каменные стучат о зубы, а все пластмассовые вовсе не стучат. Это кажется элементарно. На что мы обращаем внимание? На застежки. Старинные застежки, как правило, винтовые. Бывают круглые карабины. Теперь поговорим о брошах. Броши также очень хорошо делятся по карабинам. Вот у меня в руках серебряная брошь начала XX века. Это Россия. И здесь вы видите настоящую живопись, не фотографию. Во-первых, перевернув ее на другую сторону, вы увидите и карабин. Карабин имеет форму застежка, имеет форму крючка. Это старинная застежка. Вот еще пример старинной застежки. Это брошь, сделанная в 70-е годы в Прибалтике. И она сделана из плавленого янтаря. Почему плавленого? Потому что я вижу по фактуре, что он немножко потрескался. Но зато его застежка такая, какая должна быть. А какой она не должна быть? Современные застежки тоже имеют форму карабина, но он крутится. Вот именно такие застежки появились только во вторую половину XX века. Вот у меня, например, в руках кулон, который многие сочтут винтажным. Ну почему? Потому что здесь есть камеи. Ну камея-то это. Простенькая. И она сделана из пластмассы. Покупать винтажные вещи очень-очень полезно. Коллекционировать тоже. Но опасайтесь подделок. Вот у меня в руках, например, современные сережки. Они весят очень-очень мало. Они легкие, потому что там используется, например, такой материал, как алюминий, который раньше не использовался. А вот клипсы 60-х годов из настоящей стали весят гораздо больше, а не тяжелее. Конечно, в одной такой мини-лекции нельзя рассказать всего о винтажных украшениях. Но я надеюсь, у вас появился интерес, и вы сейчас же броситесь рассматривать вашу шкатулку семейными реликвиями. А я хочу напомнить, что на нашем официальном сайте моды.тв вы найдете не только все о стильных винтажных вещах, но и сможете получить консультации стилистов о том, как изменить себя и свой гардероб. Начните свое преображение с модным приговором. Ирина идет в магазин, чтобы выбрать три комплекта одежды на свой вкус. И совсем скоро мы увидим, что из этого вышло. Не переключайтесь, будьте с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Это программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о той, что ворошит прошлое. Итак, Ирина ходила в магазин за новыми нарядами. И интересно, нашла ли она что-нибудь в ее любимом винтажном стиле. Итак, Ирина, на подиум. Ирина, на подиум. Ирочка, вас даже и судить-то нельзя, понимаете? Абсолютно. Абсолютно. Потому что у вас фигура великолепная, формы замечательные. Сейчас я вас расхвалю, и никто ничего не скажет. Поэтому будем просто молча восхищаться вами. Давайте спросим сейчас мнение Елены. Мне нравится. Оно новое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте выслушаем нашу коллегу, телеведущую «Сваху всея Руси». Итак, Роза Сямитова. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, выглядит потрясающе, особенно красный цвет. Хотя, в принципе, красный цвет, я уж не знаю, как коллеги подтвердят или опровергнут. Для меня он всегда считался цвет сексуальной неудовлетворенности. Вы посмотрите на мужа, там, касаясь сажень в плечах, здоровенный дядька. В данном случае оно действительно подходит, особенно замужние женщины, потому что я всегда напоминаю, говорю, девочки, помните, выйти замуж – это недостаточно. Как олимпийская медаль, каждые 4 года этот статус пересматривается. Поэтому, если вы для мужа желанны и вызываете это чувство, независимо, каким способом все средства хороши, то здорово, сидит хорошо, потому что фигура прекрасная. Как вы ее сохранили, это вообще мой респект вам в этом отношении. А уж из 70-х или из каких-то годов, ну какая разница? Главное, что вызывает желание. Это правда. Спасибо большое. Дорогая, переодевайтесь. Выслушаем сейчас Надежду Бабкировым. Роза, скажу честно, с удовлетворенностью у меня все хорошо. Обожаю красный цвет. Честный хлоп. Я за нее радуюсь. Я даже не знаю, что ее защищать? Она сама кого хочет защитить. Посмотри, какая красотка. Ну, во-первых, ты сама по себе секси, поэтому красный цвет... Я секси страшно. Поэтому ты оденешь любой цвет. Я понимаю, почему ты любишь красный. Это вне всяких, в общем-то, вне всякого даже формата. А вот относительно сохранения традиции через собирание, здесь я со свекровью, собственно говоря, согласна. Ну, знаете, ну старое добро, зачем уж собирать-то? Традиции можно передавать другими способами. Роза, роза, роза. Нет, я считаю, что, во-первых... Говорите дальше. Так и говорите. Все старое добро в коллекцию к Васильеву. Я буду богатеть, а вы будете беднее. Я с большим удовольствием. Тем более, традиция, особенно московских семей, собирать на балконе все свое старье, в общем-то... Действительно, захламлять, действительно. Ну да, и как все психологи утверждают, нужно каждый год... Освобождаться. Освобождаться. То, что ты не носишь, в общем-то, но к традициям не имеет никакого отношения. А может, психологи сами... Нет, вы знаете, лучше хранить драгоценности. Во-первых, и золото. Это всегда в цене... Хрусталь, золото, понимаешь? Чемодан, сундук с кофтой достойной. Что это такое вообще, платье какое-то? Дамы, не ссорьтесь. Моль сожрет, Саша. Эмелина, вам слово. На самом деле, красное платье красному платью рознь, потому что то красное платье, которое выбрала наша героиня, демонстрирует ее хорошо развит интеллект, да, оно привлекает внимание, да, оно очень секси, но при этом оно абсолютно закрытое, у него талия на месте, оно бедра не обтягивает. Между этим платьем и женщиной есть дистанция, у него нет огромного декольте ни впереди, ни сзади, и результат потрясающий. Спасибо большое, Эмелина. Ну, Ирина готова показать нам свой второй вариант. Пожалуйста. Ирина, вы довольны? Я довольна. Я обещала Елене Михайловне хороший комплект подобрать для работы, вот, я очень постаралась. Ну, вы знаете, вы действительно мне напоминаете мою учительницу химии. Она вот так вот и одевалась, между прочим. Я слишком долго общалась с учителями химии, видимо, да. Вы довольны? Да, мне нравится. Слава тебе, Господи. Главное, что новое, да? Розость обитого. Ну, если не учительница химии, но точно учительница русского языка. Вот оно надо? Нет. Молодой муж. Ну, к чему? Ошиблась. Я считаю, что не надо. Не надо и деньги даже тратить. Скорее всего, это достаточно дешево. А знаете, чем дороже одеваетесь, я считаю, в семье, тем муж будет больше зарабатывать. Поэтому зачем собирать всякое старьё, да ещё и дешёвое, кому-то? Спасибо большое. Лучше переодевайтесь за кулисами, пожалуйста. Надежда. Вам слово. Девочка из хорошей семьи. Вот и всё. Поэтому сидит хорошо. Загонять её в какие-то рамки, мне кажется, бессмысленно. У неё со вкусом всё хорошо. Это правда. Увелина, вам слово. Этот цвет бешеной фисташки, который рядом с лицом находится, лучше от лица отвести. Он никогда и никому особенно не идёт. Он существует для того, чтобы покорить излишнюю яркость рыжих, таких вот прямо огненно-рыжих женщин. Но больше у него нет никакого функционала. Он скорее отделочный. В России его страшно любят. Но он действительно мало кому идёт. Спасибо большое. Ирочка, готова показать нам свой третий вариант? Пожалуйста. Ирочка, у вас, конечно, природный вкус. Вы большая молодец. И это платье, во-первых, очень вам идёт по цвету и к глазам, и к цвету волос. И эта модель в стиле хиппи 69-й год действительно выглядит винтажной. В СССР тогда и не мечтали о таком расходе штапеля на одно платье. Сшили бы сразу два. Вам нравится или нет? Я думаю, что подбирая вот эти три комплекта, Ирина пыталась вот в море современной одежды и разнообразии найти тот свой любимый винтажный стиль. Я думаю, что ей очень удалось во всех трёх моделях. Это правда. Роза Садикова, пожалуйста. Ну, вот в моём возрасте всё-таки на шестом десятке уже надо как-то ножки прикрывать, в общем-то. Ну, варикоз, в конце концов, и так далее. А в вашем возрасте ноги не показывают, тем более они красивые. Ну, я не вижу причины, в общем-то. А на кой? Поэтому не знаю. Строгая вы, Роза, строгая. Ну, а что есть, я говорю, как говорится. Для чего и пригласили. Надежда. По большому счёту, она ещё раз подтвердила, что, друзья мои, одежда в вашей семье – это не самое главное. У вас есть что-то, самое главное то, что сегодня является большой редкостью. Это вот потрясающая дружная семья, уважающая друг друга, любящая. И это гораздо ценнее и дороже всяких одежд. Одежда в этой ситуации – некая коллективная игра. А уж, коли эта игра коллективная, то, стало быть, надо выпендриться. Спасибо большое. Эвелина, ваша оценка. Александр совершенно прав, это платье вам идёт, но без дополнения аксессуаров и активизации этого платья. Вы в нём смотритесь, как серая шейка, как такая мужнина жена, которая не надеется на то, что её выведут в свет. А Роза абсолютно права. Она с самого начала дала вам очень хороший совет, за которым обычно приходят с большими деньгами. Чем больше муж вкладывает в жену, тем лучше для семейной жизни. И если вы хотите повторить подвиг своей мамы и своей бабушки, вам обязательно нужно сделать так, чтобы у мужа было это развлечение, это удовольствие, это привычка. Не просто наряжать вас, а украшать вас. Здесь блеска не хватает в этом платье. Спасибо большое, Эвелина. Ну что ж, настало время отправить Ирочку прямо в волшебную комнату к нашим стилистам. Вступайте, меняйтесь, радуйте нас за тем. Что придумают стилисты для Ирины, увидим через несколько минут. Не переключайтесь, будьте всегда, пожалуйста, с нами. Я, как ваш визажист, рекомендую увлажняющий гиалуроновый крем Либридерм. Он глубоко увлажняет кожу лица, шеи и область декольте. Делает ее гладкой и упругой. Крем легкой тающей текстуры идеален на каждый день и как основа под макияж. Диета Еля де Малышева сделана для тех, кто хочет правильно питаться и похудеть. От всей души желаю вам быть стройными и красивыми. Это программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о том, что ворошит прошлое. Итак, наша прекрасная Ирина побывала в волшебной комнате стилистов. Они изменили ее, а она еще не видела в зеркале нового образа. Давайте ее поддержим аплодисментами. Ирина Семенова на подиум. Спасибо. Спасибо. Ирина Семенова на подиум. Дорогая, наши стилисты знали, что вы любите экспериментировать и предложили вам еще один образ. Образ английской няни Мэри Поппинс. Вы само совершенство. Спасибо большое. Что вы скажете, как вы себя нашли? Я в восторге, если честно. Как здорово. Мне кажется, что это очень здорово, экстравагантно, с огромным чувством юмора. То есть, ну не знаю, я огромную удовольствие получаю от этого наряда. А что скажет свекровь? Она само совершенство. Ну можно так сказать. Несколько все-таки театральный образ получился. Ну все новое, вы просили все новое. Или соседи опять не оценят? Надо подумать. А свекрови сложно угодить, Сашенька. Вы не готовы еще на свекровь? Не просто, да. На то она свекровь. Конечно. Это же закон жанра. Нет, только мне можно угодить, я тоже свекровь. Зато мама нашей героини, Надежда, улыбается и готова ее поздравить. Пожалуйста. Ну у меня замечательная дочка. Я в восторге. Ириш, мне очень нравится. Ты узнала? Узнала. Доченька у меня устраивает? Спасибо, дорогая. А давайте спросим вашу бабушку Валентину. Пожалуйста. Наша внучка – это штучка. Штучка – редкий экземпляр. И поэтому, сеньоры, наша Ира – божий дар. Ну, Милушон, я тебя должна поцеловать, а ты меня. Спасибо большое за пакет. Ирочка, оставьте букет цветов на столе и ступайте переодеваться. Спасибо. Надежда, вам слово. Конечно, безусловно. Ирочка в любой одежде прекрасно хороша. У нее роскошная фигура. Все замечательно. Она очень содержательный человек. Это же видно. Я за нее радуюсь. Спасибо большое. Эвелина, выслушаем вас. Меня, кстати, удивляет, что вы не рады приобретению, пусть даже театрализованного наряда для вашей невестки. Ведь вот материалы дела, и вы свидетельствуете о том, что у них постоянные какие-то костюмированные вечеринки. То есть, значит, в костюме бомжа в рюмушную можно, на ипподром в костюмах советской элиты можно, а на какое-то специальное мероприятие вот в таком виде а-ля Мэри Поппинс нельзя. Почему нельзя? Мне кажется, что это лучший костюм из всех тех, у которых Ира выступала в чьей-то роли. А, собственно, для молодой красивой женщины менять платье – это менять роли, почему бы и нет. А Мэри Поппинс достойная вполне роль для молодой матери. Но больше всего мне в этой истории нравится тот факт, что и Ира, и ее очаровательная бабушка одного размера, и бабушка, в случае чего, сможет взять у внучки платье поносить. Да. Спасибо большое, Эвелина. Наша героиня готова. Срочно надо выходить. Итак, Ирина Семенова на подиум. Ирина Семенова на подиум. А вот и дочка Лиза Елизавета. Стилисты и Лизу тоже переодели заодно. Ты к папочке побежишь, да? У меня к папочке. У меня к папочке. Боже, какая красота. Прелесть. Потрясающе. 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 Как вам этот образ? Потрясающе. В общем, ты довольна? Очень. А что скажет муж Тимофеев? Я не ожидал такого, что даже не готов подарить цветы. На самом деле я... Отдать цветы сразу. Я очень рад, ты выглядишь великолепно. И мне кажется, с каждым днем ты становишься лучше и лучше. А Лизочку можно нам разглядеть? Бабушка. Пойдем. Давай еще. Лиди, покажись. Ты, батюшка. Ой, какая красота. Какая любовь. Модная вся. Вот и все. А вы говорите, какие вкусы прививают родители детям? Вот такие, мои дорогие. Вот такие вкусы прививают родители. Вот такие вкусы прививаются. И уже абсолютно точно убеждена, что у нашей Ирочки все будет в порядке в плане воспитания дочери именно тех великих ценностях, про которые мы говорили. И в одежде, и в отношении. И в семейных традициях. Конечно. Это самое главное. Поэтому просто, знаете, восторг и восхищение. Поздравляю. Ирочка, идите переодевайтесь, пожалуйста. Ну, а сейчас слово Эвелине Хромченко. На самом деле, маме и дочке делать парные комплекты не так уж и трудно. Не надо думать, что вам придется обижать огромное количество магазинов, в случае, если вы решили сделать базовый комплект. Потому что, по большому счету, основа гардероба у большого размера и у маленького размера абсолютно одинаковая. Вне зависимости от того, стройны ли вы как тополь, как наша сегодняшняя героиня, или вы богато одарены природой, вы и ваша маленькая дочка, или не такая уж маленькая, могут легко рассчитывать на тренч одинаковой конструкции в модном в нынешнем сезоне цвете. Могут легко рассчитывать на слаксы примерно одного и того же оттенка. Ну, а если вы ориентированы на белые низкообрезанные кеды, я вас уверяю, и крошечные размеры, самые глобальные в магазине найдутся. Было бы желание, у Ирины оно есть. Спасибо большое, Эвелина. Ну, а сейчас давайте посмотрим на последний выход Ирины Семеновой. Восторг! Восторг! Ирина, в этом потрясающем коктейльном платье вы мне напоминаете красную шапочку в день бракосочетания с сыном Волка. Вам понравилось это платье? Очень понравилось. Ну, а теперь давайте выслушаем слегку. Довольна ли она, Леночка? Все это настолько тонко и проникновенно, что, ну, я не знаю, очень красиво все, замечательно. Здорово, модный приговор от Надежды Бабкиной. Все молодые люди, девчонки и мальчишки, любите, цените своих дедушек, бабушек, мам и пап. Не думайте, что они всегда бывают неправы. Вы взрослеть будете, у вас будет та же самая история. Он говорит, цените, берите самое лучшее, попытайтесь быть счастливыми как можно дольше. А это залог успеха и прочности, и всего самого такого мощного стало быть любви. Поэтому я рада за тебя, как никогда. Поздравляю. Спасибо большое. Надежда, модный приговор от Эбелина Хромченко. Низ этого платья, он имеет особенное значение. У него очень специфический оттенок, специфический цвет. Он чуть более плотный, красный, нежели кошенилевый 19 века. Он чуть более светлый, красный, нежели оттенок пионерского галстука 20 век. Он абсолютно современный. Это совершеннейший 21 век. Я его нарекаю оттенком модный приговор. Это пригодится Лизочке. Спасибо большое. Ну а мы с вами подходим к финалу нашей утренней программы. Дорогая моя, оставьте букетик цветов на столе. У вас здесь просто клумба. Дворецкие, привезите вещи на подиум. Подойдите ко мне в центр. Позвольте вас поздравить. Спасибо большое. Ну и задать вопрос вашей группе поддержки. Что же нашей прекрасной героине больше всего подошло? Я однозначно за стилистов. Спасибо вам. Я уважаю выборы. А что говорит Буш? Я всегда доверял вкусу Иры. И мне кажется, ее выбор достойный и хороший. Но все-таки стилисты чуть-чуть были лучше. Может, не чуть-чуть. Были лучше. А мама? Мне очень понравился выбор стилистов. Моя девочка стала красивее гораздо. Я советую брать. А вам? Мне, конечно, стилист. Ну вот. Я в восторге. Зрители, вы услышали. Голосуем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 13% пользу Ирины и 87% пользу стилистов. Наряды от стилистов вам дар от программы «Модный приговор». Ну что ж, а если вы, так же как химик из Москвы Ирина Семенова, захотите стать участником модного суда, заполняйте анкету на сайте Первого канала «Мода.1.tv.ru». Сегодняшнее заседание закрыто. Прощаемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok